Я просыпаюсь с рассветом, засыпаюсь с закатом. Это работа мечты, ты просто летаешь с туристами, пьешь это вино с утра до ночи, что-то ешь, общаешься с виноделами, знакомишься с новыми людьми и как бы еще деньги зарабатываешь. Мой счет моего ИП полный бабла. И мы, конечно же, бесим по 5 шатов в день, 6 лет подряд. Это передоз. Господа, помогите мне. И хочется чего-то живого, драйвового. Я познакомилась с устричным королем. Тебе нужно будет выплатить 6 месяцев зарплаты. Еще одного подсадили на устричь. В общем, друзья, мы в Кейптауне, и мы пришли в гости к местному предпринимателю. Да, это я. Человеку, который здесь прожил много времени и обладает местной экспертизой. И также Анна построила здесь несколько успешных бизнесов, о которых она рассказывает. Анна Москвитина, владелица устричной фермы, соосновательница агентства по турам и релокации «Ключи». Также владеет рестораном в Кейптауне. Привет, Аня. Привет. Спасибо, что согласилась на интервью. Первый вопрос, который я задаю всем в других странах, в разных странах. Почему? Что побудило девушку переехать из России? Правильно, ты же из России? Да, да, из Питера. Из Питера. Кстати, многие почему-то из Питера переезжают именно сюда. Переехать из Питера в ЮАР, в Кейптаун, здесь жить и творить какие-то вещи. Ты знаешь, кстати, что Питер и Кейптаун – это города-побративы? Наверное, поэтому, да? Питер, Бардо. Вот это те города, которые я обожаю. Питер, Бардо, Сан-Франциско, Кейптаун. Они братья. Почему я переехала? Я работала шеф-сомелье ресторанной группы. Точнее, я всю жизнь работаю в ресторанах. Вообще всю жизнь. Вот начиная от официанта, заканчивая владельцем ресторана. Я работала шеф-сомелье ресторанной группы Италии. Они сейчас в Питере, в Москве есть. Ну, я знаю эту сеть. Дубай, они тоже есть. Италии. Да, Италии. Когда я оттуда уже уходила, было 11 ресторанов на тот момент. Пока я работала в Италии, меня постоянно отправляли в командировки различные. Ну, то есть я таким образом, именно по вину, таким образом я прямо изъездила всю Европу вдоль и поперек, Америку. И лечу я, значит, из Бардо. Меня задержали самолет. Я сижу, значит, пью вино в Париже. Жду свой самолет, и мне приходит имейл. Аня, нужно полететь в ЮАР, Кейптаун. Я думаю, где, ну, я понимаю, где Южная Африка. Открываю карту, прикидываю, сколько лететь. И прикидываю свой там уровень энергии. Потому что я устала невероятно. Профессиональные дегустации, ты понимаешь, по 5 шатов в день. И это не то, чтобы фо-фан, да, мы пьем вино и наслаждаемся. Это профессиональные дегустации. Должен всегда концентрироваться, это тяжело. И каждый день так. Я устала, я думаю, какая я, к черту, Южная Африка. Нет, я не полечу. Все, точно скажу нет. Прилетаю обратно в Питер, выспалась, значит, отдохнула. Суббота. В субботу я выпиваю бокал вина, такая, ммм, Южная Африка. Беру телефон, отправляю паспорт, забываю об этом. В воскресенье, понедельник. В понедельник я приезжаю в ресторан, открываю имейл. У меня билет в Кейптаун. Я думаю, блин, я об этом реально забыла. Знаешь, как ты, да, вот эти спонтанные решения. Покупка, это импульс, вот, пожалуйста. Я думаю, ну ладно, все, билет есть, надо лететь. Я так первый раз, я вообще ничего не знала проют. Это был 14-й. И так я первый раз прилетела в Кейптаун. Я намеренно ничего не читала, ничего не знала. Я там примерно думала, что будет как в Кении. Знаешь, мы там будем в каких-то... На сафари. Ну... Страна сафари. В каком-нибудь лоджи нас разместят. Я прилетаю, и я такая, вау. У тебя не было такого ощущения здесь? От того, что вау. Ты знаешь, такое ощущение у меня появилось где-то на третий день. После того, как я немножко сориентировался, посмотрел. Здесь реально все очень-очень трое. Контраст. Здесь так. Да-да-да. Совершенно разные люди, разные локации. И разные ощущения. Да. Да. Вот. И я прилетела сюда первый раз. Потом, спустя короткое время, я начала свой проект Винно-гастро-путешествий. Гедонизм тревел. Мы стояли с флагом здесь, в Кейптауне. Именно, то есть, для любителей. Если ты любишь вино, мы тебя в любой точке покатаем, и про вино расскажем, и про еду, и про сочетание, и с виноделом познакомим. Вообще все, что хочешь. И стоим с флагом. Значит, 3 января идет Чичваркин. А у нас гедонизм это называется. Как его магазин тоже. Да, но гедонизм это гедонизм. Очень-очень подходит для гастропутешествий. А ему уже кто-то про нас говорил, и мы, конечно же, бесим, потому что название такое же. Мы стоим, значит, с флагом, встречаем наших туристов. Он выходит с женой, с чемоданами, значит, с ребенком. Он такой, и вы здесь тоже. Ну, короче. Подарила его дочке флажок. Ну, короче. Был этот проект, и спустя две поездки в ЮАР у меня никогда не было идеи куда-то переехать. Но мне очень нравилась Калифорния. Она мне просто подходит по вайбу. Мне нравится. Климат, хорошая еда, хорошее вино, классные люди, 8 месяцев лета. Здесь возможностей с точки зрения бизнеса очень много. Хорошее образование. Как безопасность? Все говорят, что с безопасностью здесь есть определенные проблемы. Честно сказать, на себе я это не ощутил. Единственное, я увидел много нищих, да, попрошайных. Вот это как бы так. Это очень сильно зависит от твоего, так сказать, майнсета. Очень сильно. Потому что приезжают люди, и они действительно видят вот эти вот электрические, видел, да, наверху электрические станции? Защита. Защита, да. Воровство. Да, да. Нищих видят. Я такой человек, что я их вообще не вижу. Ну, есть такие люди, которые я прям сквозь них смотрю. Меня вообще это никак не напрягает. И вот это, ты говоришь, опасно, и криминал, и так далее. Ну, за все время, сколько я здесь живу, я на себе это вообще никак не ощутила. Ну, то есть свободно чувствуешь, гуляешь, наслаждаешься, жизнью делаешь. Есть правила определенные. Слушай, ты приедешь в Нью-Йорк, вот что, в Нью-Йорке опасно или нет? Вот как ты что-то можешь сказать? Я думаю, это зависит от того, в какое время суток, где ты будешь находиться. Есть определенные правила, которые надо соблюдать. То, что у тебя телефон могут украсть и в Барселоне, и в Париже, и вообще везде. Правда же? Меня недавно в Сингапуре украли. Ну, вот, вот, пожалуйста. Поэтому, типа, опасно, опасно. С одной стороны, меня это радует, потому что, если бы все говорили, что вау, здесь так круто, Южная Африка такая вся безопасная, то это было бы второе Бали, 100%. А мне бы вот такого и хотелось. Классно. Расскажи о своем бизнесе, чем ты тут занимаешься, и вообще получается ли здесь нормально зарабатывать? Да. Смотри, когда был локдаун, я была в Южной Африке уже в 20-м году, и у меня был бизнес гастро-винных путешествий, и получилось так, что все отменилось, да, все путешествия, там уже невозможно ничего было сделать, никто не понимает, что тут происходит. Ну, короче, как у всех. И мои партнеры, они же мои друзья, мой бывший муж принимают решение вдвоем. Моя подруга и мой бывший муж. Они, сейчас они уже поженились, все нормально, но, в общем, в тот момент, они только начали встречаться и приняли решение поменять пароли, поменять все доступы, как бы, ко всему. К сайту, там, банковский счет, e-mail и все такое. Просто. Жесткая подстава такая? Ну, нет, неприятно, да. Я думаю, ну, две недели я, конечно, рыдала по-человечески, да, мне было обидно, а потом я думаю, как они мне все надоели просто, мне надоели эти виноделы, мне надоели эти, я приезжаю в Пимон, например, меня продавщица в магазине узнает. Это, как бы, такой очень романтический процесс, да, и всем кажется, что это работа мечты, там, ты просто летаешь с туристами, пьешь это вино с утра до ночи, что-то ешь, общаешься с виноделами, знакомишься с новыми людьми и, как бы, еще деньги зарабатываешь. Но, да, это шесть лет подряд, шесть лет подряд, это передоз, и вот этот передоз у меня был, но я на тот момент не совсем понимала. А потом я немножко отрезвела от этого всего, от шока, перестала рыдать, думаю, да, ну, сарай, горифа. И я подумала, что я хочу крутых людей, каких-то прям крутых, я хочу у них чему-то учиться. Я думаю, блин, вот классно было бы полететь в тур, например, с какой-нибудь хакамадой, поболтать с какими-нибудь классными людьми, которые действительно, у которых я действительно могу чему-то научиться. И мы в пустую, абсолютно, пустой счет. Прянусь тебе, вообще у меня не было даже своего личного счета, у меня вообще ничего не было, прям ноль. Я звоню своим девчонкам, которые работали тогда на гедонизм, и я им говорю, девочки, в зуме, я говорю, девочки, смотрите, денег нет, но есть идея. Идея на миллион. Идея вот такая, да, давайте приглашать разных селебрити классных. Я, конечно, понимаю, что я не новатор, есть кожухов, да, там, есть еще какие-то туры, куда они приглашают. Но для меня конкретно, для моего возраста, мне это немножечко нафталиново. И хочется чего-то живого, драйвового. Я думаю, блин, давайте начнем их, давайте попробуем хотя бы пригласить. Давайте сделаем их сайт. Я говорю, деньги появятся, я вам заплачу. Я понимала, что, конечно, кто-то может отказаться, но они все согласились. А сколько человек было тогда? Было нас пятеро и все девушки. Понимаешь, это тоже в этом есть какой-то... Все были здесь? Нет, нет, а кто где застрял? Все в разных странах. Одна в Израиле, одна там в Ставрополе. Ну, то есть все подзастревали в разных местах. Я в ЮАР, у нас один часовой пояс, это нормально. И мы вот таким образом начали делать ключи. Это же вот Forbes написал в прошлом году статью. Они прямо так и написали, денег нет, но и в среде. Вот, мы, значит, сделали и начали просто писать им в Инстаграм разным селевым. Сделали сайт, прикрутили туда оплаты. И впервые в своей жизни я открыла ИП, свое, собственно, и начали искать, кто с нами будет путешествовать. В итоге согласилась Хакамада. Я еду в детский сад забирать сына, мне звонит ее помощник. У меня прямо там написано, я Рида Хакамада. У меня вот так вот вылетает телефон из рук. Я отвечаю, они мне говорят, ну что, куда едем? Я говорю, в Намибию. Что надо от нас? Я говорю, ну сделайте просто в сторис анонс и все, больше ничего не нужно. Не нужно посты писать, ничего не нужно. Просто анонс в сторис и ссылку туда прикрутить, чтобы люди могли оплачивать. Устрицы. Расскажу тебе про Устрицы. Выглядит очень аппетитно, да. Спасибо. Спасибо. И она говорит, ну окей, сделаю. И вторая девушка, Алина Шпак, она блогер дыхательной гимнастики у нее. Она тоже согласилась. Я рано ложусь спать. Я просыпаюсь в 5 утра или в 6 максимум. И в 9 вечера я уже сплю. Я ложусь в 9 вечера, просыпаюсь, беру телефон. Вот так вот смотрю, кручу. И у меня оплата, 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 оплата. Я просыпаюсь просто, чтобы ты понимал, тур стоил 450 тысяч с Кокамадой. И с Алиной тур стоил 280, ну что-то около 300. И в 20-м году, в сентябре, когда все корабли были в портах, все самолеты на земле, никто никуда вообще даже не выходил из дома, люди покупали туры. Это какой-то... В смысле на будущее? Ну да, 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 да. На следующий год люди покупали туры. Я листаю свой телефон, и у меня просто мой счет, моего ИП полный бабла. Понимаешь? И тут я думаю, пойду заплачу зарплату девчонкам, во-первых. А во-вторых, бизнес рабочий надо делать. Ну вот, и мы начали это все дело развивать. Я человек-идея. Я такой генератор. Мне кажется, моя голова полна гениальных идей всяких разных. Но у меня нет усидчивости, понимаешь? И у меня нет никакого... Блин, как бы тебе понятно объяснить, что я... Ну, примерно понимаю, что ты имеешь в виду. У меня есть идея, я очень такой энергичный человек, но у меня нет системного подхода к организации процессов. Я могу начать, я могу объяснить, как это должно работать, я могу объяснить эти все процессы, но сесть и написать эти процессы я даже не буду за это брать. Это, знаешь, это распространенная черта характера, которая, в принципе, присуща практически всем предпринимателям именно. То есть кто такой предприниматель? Это тот, во-первых, кто генерирует идею и не боится ее воплотить. И ему интересно именно это, а не потом. Ну, сидеть и собирать чеки, да, это неинтересно. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. Да, да. Ну, здорово. Получается, такая идея, которая воплотилась в жизни, которая дала, в принципе, ресурсы для того, чтобы здесь продолжить что-то развивать, да? Да, дальше у меня всегда была мечта открыть устричный бар, потому что я всю жизнь в ресторанах, и они мне тоже надоели, эти все рестораны. Я просто, у меня постоянно фать с шефами, постоянно. Я бросаюсь в них тарелками. Но сейчас не бросаюсь, нет, раньше бросалась. Сейчас я нормальное стало. Раньше бросалась тарелками, вот прям все, как, знаешь, как, типа, Гордон Рамзик меня вселялся иногда. Ну, короче, это было ужасно. Я знаю, что я могла бы себе гести более сдержанно, но вот, сейчас я окей. Я хотела устричный бар, я даже говорила своим друзьям, вот мне будет когда 80 лет, я собираю коллекцию вина, вот у меня уже будет собрана моя коллекция вина, которая, знаешь, бутылка, которую жалко открыть. То есть по каким-то особенным... Сейчас большая уже коллекция? Ну, блин, как большая, относительно, конечно. Сколько? Где-то 110, может быть, бутылок, где-то так. Достойно. Мы попили во время локдауна, нам забанили алкоголь и как бы пришлось пить хорошее вино. Но не суть, идея была такая, значит, я 80 лет открою устричный бар, где будут только устрицы и игристо, и больше ничего. Вот один человек там будет работать, никаких шефов, один вот этот человек, который открывает устрицы и наливает. Все, больше никого. Где-нибудь в Германусе пить это вино, качаться на крестной качалке и смотреть китов. Что ты думаешь? Прошло полгода, я открываю устричный бар. И опять у меня вместо устричного бара получают ресторан. Понимаешь? Это тот ресторан, где мы сейчас и сидим. Здесь очень уютно, много народу. Устрицы есть? Да, устрицы есть. Сегодня, кстати, Пасха, и люди пришли на площадь здесь гулять. Кстати, локация такая, достаточно проходимая, да? Стоит на траке. Да-да. Ты специально выбирала такую? Это... Или тоже вот так вот случилось? Это повезло. Повезло. Да. И, значит, приходит ко мне поставщик устриц наш, один из, и говорит, Анна, ты случайно не знаешь, кто хочет купить устричную ферму? И у меня дру-дру-дру-доллары в глазах сразу же. Потому что устричная ферма, ты понимаешь, это ресторан у тебя имеет срок жизни, да? А фермы, любое фермерство, это бизнес такой, давай скажем, пожизненный, который производит продукты питания. Ты купил эту устричную ферму, и она у тебя всегда, с ней ничего не произойдет. Понимаешь? Ну, если честно, я в устричном бизнесе вообще как бы ноль, да? Для меня он далек, и я никогда о нем даже, если честно, не задумывался, пока не познакомился с тобой. Вот. Сколько стоит устричная ферма в Кейптауне? Ты умрешь от смеха, я серьезно говорю. Ты умрешь от смеха. Вот сейчас я тебе скажу, сколько она стоит, а потом начнут инвесторы писать. Хотя, на самом деле, пусть пишут. Пусть пишут, потому что я хочу... Пишите в комментарии под видео, задавайте вопросы, и мы вместе с Анной о них ответим. Так сколько же стоит устричная ферма в Кейптауне? В общей сложности ферма, которая производит 600 тысяч устриц в год, это немного, это окей. Это надо обеспечить местный рынок, и часть мы экспортируем отсюда в Китай. Небольшую часть. И то в Китае там то холодно, то жарко. По поводу ковида. Такая ферма в конечном итоге выходит примерно 300 тысяч долларов. А окупаемость какая? 9 месяцев. Очень крутой бизнес. Слушайте, ну... Понимаешь? Чтобы найти такой бизнес, надо просто прилететь на другой комиссии. Да, у меня очень крутой фермер, который может с нуля эти фермы строить. Но здесь смысл не в том, чтобы построить устричную ферму, да, черт знает где. Потому что качество устрицы, оно зависит от того, где. И, допустим, Салдан-Абэй, это залив, где просто уникальный, давай скажем, перуар по-винному для устриц. Само содержание планктона очень важно. Водоросли. И за счет этого устрица в Салдане созревает вот этого размера 8 месяцев. Вот это 8 месяцев. В конце января я прилетела в Бардо, мы поехали в Аркашон, Каптере. Я познакомилась с устричным королем французским, месье Дюпюш. Я ему говорю, месье Дюпюш, устрица в Салдане вырастает за 8 месяцев. Фон просто, аха-ха, это невозможно. Я говорю, вы когда-то были в Южной Африке? А он говорит, нет, никогда не был. Я говорю, вам нужно. Он говорит, это невозможно. У меня минимум год, минимум год уходит на самую маленькую устрицу. Вот она, коктейльная устрица, минимум год. Я говорю, у нас за 8 месяцев. Он говорит, невозможно. Но это уникальные, получается, климатические и природные условия, да? Да, да, это только здесь. Ну, я не очень, я не знаю, как твои, я их еще не попробовал, но здесь я был в ресторане, называется Белуга. По-моему, здесь это недалеко. Есть еще Севрюга. Есть Белуга, есть Севрюга. Вот, и мы там заказывали устрицы, более вкусно. Да, супер. Там не твои устрицы продаются? Белуги нет. Нет. Вот эту устрицу называют, в России ее называют розовая джоли. Мы недавно смотрели, сколько это стоит в ресторанах и лобстеры, потому что там, где я, в Салдана Бэй, это West Coast, и там лобстеры. У меня моя морозилка вся просто завалена лобстерами, просто вот прям все-все-все. Зря вы, кстати, улетаете завтра, могли бы, я бы вас лобстерами накормила. Мы прилетели еще, нам это же понравилось. Да, прилетайте, я накормлю вас лобстеры. И просто ты их вот так вот собираешь, ну, под камнями этих лобстеров, и вот, пожалуйста, примерно один лобстер стоит 50 рангов, это 200 рублей. Понимаешь? Это здесь, если покупать? Да, если покупать. Это очень дешево. Есть определенная квота, и на компанию эту квоту можно получить определенное количество лобстеров в город. Интересно. Ну, в целом, получается, изначально был ресторан, а потом появилась устричная ферма. Да. И сейчас я хочу еще одну устричную ферму вообще. То есть все это как бы звезды сошлись, да? Как я понял, ты хотела открыть именно устричный бар или ресторан? Именно устричный бар, да. И потом пришло предложение о приобретении устричной фермы. Да, да. Дальше появилась концепция, потому что устричная ферма и устричный бар в Кейптауне – это мало. Правильно? Я начала искать, есть ли в мире какой-то концепт именно устричный. Устрицы и игристое. Именно в связке бары, как сеть, допустим, южноафриканская сеть, устричные бары и устричная ферма, которая обеспечивает это все. Нет. Есть креветочные, есть, допустим, ошен-баски с морепродуктами, но именно устричная сеть нет. Это моя идея. Она может оказаться безумной, но это то, что я хочу. Мне кажется, это очень интересная идея. А что нужно для того, чтобы ее сейчас воплотить? Деньги. Инвесторы. Да. Я думаю, что после того, как наши зрители посмотрят наш выпуск… Серьезно? Да, тебе обязательно придет хотя бы как минимум один инвестор. Ну, короче, полностью… Окупаемость 9% по устричной ферме. 9 месяцев. Ой, 9%. 9 месяцев по устричной ферме. Да. А что с окупаемостью по бару? Блин, это очень сложно сказать. Потому что, правда, очень сезонная история. И после ковида все вообще изменилось прям с ног на голову. Но в среднем, давай я тебе средний по больнице скажу, один бар на 67 посадок должен окупиться за 14 месяцев. Это так. Ну, это очень хороший срок окупаемости. Ну, то есть 14 месяцев – это немного больше, чем один год. Да, это очень сильно зависит от того, с чем ты сравниваешь. А что я? А сколько инвестировать необходимо средствам? На открытие бара мы потратили 7 миллионов рублей. А, ну это меньше, чем 100 тысяч долларов. Да. Это мало. В смысле, это немного. Это достаточно низкий порог входа в бизнес. Да. Знаешь, в чем здесь фишка? В Южной Африке у тебя, вот видишь, посмотри, сколько там. 80 метров. 81 метр внутри. Да? Ты арендуешь эту часть, а за посадку на улице ты платишь очень смешные деньги. Примерно мы платим 3500 рандов. Лесятся. 15 тысяч рублей, вот где-то так. Ну, то есть, операционные расходы, они невысокие, да, за счет того, что есть… Ну, аренда, правда, смешная здесь. А что с зарплатами, персонал? А, с зарплатами… Ну, официанты получают чаевые, здесь минимум, который ты оставляешь, это 10%. Все оставляют 10% минимум. Ты знаешь, местные, даже при плохом сервисе, они по-любому оставляют. Я, в основном, мои друзья все местные, я наблюдаю, как это происходит. Если это хотя бы немножко напоминает сервис, сколько вы в Кейттауне? Ты заметил, что все медленно? Пять дней. Ты заметил, что все очень медленно? И реально медленно. Медленно, они забывают, путают, потому что, если ты нанимаешь здесь человека на работу, если он у тебя работает один день, даже не подписав контракт, ты его уже не можешь уволить. Потому что, даже если он плохо работает, если он паразитирует, иногда, в исключительных случаях, даже если ты поймал сотрудника, который у тебя что-то украл, даже тогда ты, для того, чтобы его уволить, тебе нужно будет выплатить ему 6 месяцев, допустим, зарплату за 6 месяцев. Потому что вдруг девушка может оказаться сингл-маза. А у нас есть такая организация, CCMA, это организация, которая защищает труд, забывая русский язык, но, в общем, те, кто работает. Защищает работающую часть населения, наверное? Ну, наверное, так, да, чтобы не, да, чтобы, потому что уровень безработицы достаточно высокий. И там сидят такие прям адвокаты, да, в котором придет официантка и скажет, меня уволили, несправедливо. Они будут ее защищать, и для того, чтобы просто этот человек больше никогда в твоем заведении не появлялся, тебе нужно будет выплатить 6 месяцев зарплаты, иногда годовую зарплату и так далее. То есть, они понимают, что как бы они плохо не работали, их очень сложно уволить. Большую сеть. Как видишь. Ну, слушай, ну, с этим здесь стать сложно, да? На самом деле, есть свои плюсы, но есть и свои сложности. Да, это так. А какие еще сложности были на начальном этапе с точки зрения организации бизнеса? Ну, например, зарегистрировать и поэтому, открыть счет, выбрать помещение? Какие-то юридические, может быть, сложности? Выбрать помещение не проблема. Для того, чтобы открыть компанию, тебе нужно иметь либо разрешение на работу здесь, либо в число директоров должен входить обязательно с местным ID. Ну, наверное, это единственная сложность, все остальное делается достаточно просто и достаточно быстро, что вообще удивительно. Зарегистрировать компанию, мы на это потратили 5 дней. Быстро? Да, быстро. Но при... мы пользовались услугами компании, то есть, наверное, где-то 4 тысячи рандов. Типа 300 долларов. 300 долларов. Ну вот, 5 дней, очень быстро. Помещение найти днем проблема. Подписать Лиза Гримен тоже не проблема. Сложности. Главная сложность, честно, это персонал. Потому что ты, как в России, ты не можешь сказать, ага, не можешь нормально пожарить кальмары, пошел вон. Не получится. Ты усаживаешь человека, вызываешь HR и спрашиваешь. Шаби, может, у тебя что-то не так дома. Может быть, купить тебе витамины. Может быть, и этого буквально звучит вот так. Ну да, своя специфика есть в любой стране. Здесь она такая. Я заметил, что люди в целом здесь не свойственно перерабатывают. Несвойственно работать, ты хотел сказать. У меня, кстати, Южная Африка тоже расслабила. Не то, чтобы я прям стала какая-то ленивая, но раньше, я помню, когда я в Питере жила, у меня прям какое-то обучение, какие-то там постоянные вебинары, та-та-та. А сейчас уже, правда, я расслабилась. Я просыпаюсь с рассветом, засыпаюсь с закатом. И у меня прям много свободного времени. Для меня открытие, я удивилась тому, что это абсолютно никак не повлияло на доход. Здорово. А помимо развития того бизнеса, в который ты сейчас уже вложила силу в свою и душу, есть какие-то отрасли, которые, может быть, еще интересуют тебя? Что можно здесь еще развивать в Кейп-Ауне, в Южной Африке? Фермерство номер один. Я еще не только про устричное, а вообще. Фермерство номер один, потому что в Южной Африке растет вообще все. В Южной Африке один из самых главных поставщиков мировых фруктов, овощей, мясо, рыба. Вы пробовали здесь мясо? Вау. И мясо, и рыбы. В целом здесь все продукты достаточно вкусные. Видишь? Вино. Это тоже фермерство. Дальше. Это производство, то, что мне нравится, и то, что я думаю, попробую однажды. Это производство косметики. Натуральные косметики, потому что, опять же, здесь растет вообще все. И здесь масла, и какие-то вот эти все составляющие, ингредиенты, они очень легко достать, легко вырастут, легко произвести хорошее качество продукта. Помню, после того, как все мы переболели ковидом, в интернете было масса рекомендаций по поводу употребления острицы. Тоже способствовали восстановлению. Да. Нет, это правда. Потом и волосы блестят. А как ты думаешь, возможно ли такого качества устрицу вырастить, например, где-нибудь в Персидском заливе? Нет. Устрице нужна холодная вода. А, ну все. Вода должна быть холодная, конечно. Вода должна быть холодная, Атлантика. Самые лучшие устрицы, которые я пробовала, это Салданов и Ирландия. Пожалуй, я еще одну съем. Ешь, ешь, ешь. Перекрасно. Еще одному подсадили на устрицы. Реально вкусно. Можно, значит, выращивать здесь и экспортировать, в принципе, по всему миру, правильно? Экспортировать по всему миру. Я хочу экспортировать в Россию очень. В России есть намбибийские устрицы. И уже столько мы написали писем в Росрехознадзор. В итоге... Я думаю, тебе надо экспортировать устрицы в Дубай. Да. Мы тебе в этом можем помочь. Да, господа, помогите мне. Экспортировать устрицы в Дубай. Нет, мы купили еще четыре линии дополнительные. И в следующем году у нас будет миллион. Миллион устриц. Да. А какие риски есть у этого бизнеса? Риска два. Первый, это если придет в залив какой-то дизиз, какая-то зараза, то, собственно, весь урожай. Все сдохнет. Да, все умрет, но такого не было никогда. Но, в принципе, теоретически... То есть устрицы тоже болеют? Ну, если болеет вода, то они растут. Да. У нас нет холодильника, понимаешь? У меня ферма, и на ферме нет холодильника. Они не нужны, потому что море, это и есть холодильник. Если устрицы достали, очистили, и уже готовы, допустим, к экспорту или вообще просто приехать в ресторан, они все в как лежат в воде. И это не стоит вообще нисколько. И они трачут деньги на электричество. Это вполне окей. И второй, это, например, ковид. Кто ест ковид устрицы? Никто. Ну, окей, в России мы тут разговаривали с ребятами. Кстати, вот из Телькова. Мне говорят, в Москве все ковид ели лобстеров, устрицы, черную икру, потому что казалось, что завтра не существует. Ну, типа... Здесь такое. А здесь нет. Здесь нет. Здесь собирались сберечь, да, все? Да. И устрицы остались в воде на дополнительные еще сколько-то. Что с ними происходит? Они вырастут, они выросли вот такие. Что они вкусные уже? И дальше, что с ними сделать? Ну, продать такую устрицу, ты будешь такую устрицу есть? Как ты ее будешь есть? Ножом-билкой? Да. До какого размера они растут максимально? Они вообще огромные могут вырастить. Они просто растут, растут, растут. Типа вот добавим устрицам. Да. Другой вопрос. Она может вырасти настолько тяжелая, что оторвется сетка, и они просто упадут на дно. Ну, вот такой есть лист. Поэтому вот эти большие устрицы, их продали в Китай на производство устрицного соуса. И вторую часть продали на производство косметики. То есть из них берут вот эти вот все самые ценные вещества и делают, что там, кремы, ну, какие-то супер омолаживающиеся. Давай, последний вопрос, который я задаю всем предпринимателям, у кого я беру интервью в разных странах. Давай. Что ты посоветуешь человеку, который вдруг проснулся утром и осознал, мне точно нужно ехать в ЮАР, строить бизнес? А позвоните мне. Совет номер один. А контакты, кстати, мы оставим в описании к видео. Нет, я серьезно. Если ко мне приходят за советом, типа, Ань, как в бизнес в ЮАР открыть, дай контакты того-сего, я вообще без проблем поделюсь. Можете позвонить мне, с этим будет легче. Вот знаешь, что бы я посоветовала? Не считать вот эту вот опасность в ЮАР, криминал, трата-та-та, потому что есть статистика, но эту статистику делают два огромных тамшипа. Это Коалитша, это Митчелл Сплейн. Вот эти вот два огромных тамшипа, они делают основную, не всю, но основную статистику по всей стране. При этом, посмотри вокруг, посмотри. Люди гуляют, расслабленные. Люди пьют вино, чай, едят устрицы, птицы поют, люди поют. У всех все хорошо, никто никого не убивает. Люди разные, цветные, черные, белые, местные туристы. Пожалуйста, вот она Южная Африка, она есть такая, вот так мы и живем. Ну, и в любом случае, если вы планируете перебираться в новую страну, то меньше обращайте внимания вот на эту желтую прессу, да, а больше контактируйте с людьми, с теми, кто здесь уже живет и которые станут надежными проводниками в новую меру. Спасибо. Классный совет.